Это реально очень волнительно. Первый раз в своей жизни я буду комментировать Тору. Да, я старался подготовиться, я ходил на консультации. Это не так просто. Вот, ну давайте, наверное, помолимся, встанем и помолимся, прочитаем благословение на Тору. Аминь. А благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов, садитесь и даровавший нам Тору. Благословен ты Господь Бог наш. Мы также знаем с вами, что Слово Божие, да, это светильник для нашей ноги, да. Еще мы знаем хорошее местописание, да. Если пребудете в Слове моем, да, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Эта истина будет нас освобождать. Но есть условия, нам необходимо пребывать в изучении, в чтении, в постоянном Тору. Аминь. Аминь. А недельная глава, которую мне посчастливилось, можно сказать, да, комментировать, называется Агаей Сара. Жизнь Сары, да, можно сказать. Но кто считал эту недельную главу, тот понимает, о чем говорю. Здесь о жизни Сары абсолютно ничего не написано. Тут наоборот, да. Тут единственное, что написано, что и жизнь Сары была 127 лет, и умерла Сара, и все. То есть, и недельная глава начинается, 23-я, с того, что рассказывается о том, как Авраам, любящий муж, который очень любил свою жену, он хотел найти место для захоронения ее. И если читать 23-ю главу, она очень интересная. Там можно увидеть много интересных принципов для нашей жизни. Там можно увидеть большую глубину на самом деле и большую любовь Авраама к своей жене, даже после смерти. И он купил все-таки место для захоронения. И в 25-й главе мы читаем, что и он сам был там похоронен. Да, то можно сказать, семейная такой, ну, погребальня, да, которую он выторговал. Ну, хорошо. Я хотел бы поговорить сегодня о 24-й главе. Первое, эта история повествует нам о том, как Авраам, когда остался без жены, да, то есть, когда она умерла, у него осталось самое дорогое. Это его сын, Ицхак. Нет ничего дороже, я думаю, не было ничего дороже, никого дороже на тот момент, чем Ицхак. И эта глава нам повествует о том, как Авраам посылает своего верного раба. Там написано именно раб. Но мы знаем, какое отношение было у Авраама к этому рабу. Это был Элеезер, да, он был ему как сын. И если бы Бог не дал тогда обещание Аврааму, да, и не даровал Ицхака, то Элеезер, мы читаем в Писании, в 15-й главе, в частности, в Бытие, он бы стал наследником всего, что имел Авраам. То есть, он его любил как сына. Но, тем не менее, Библия говорит, что, Тора говорит, что он был раб. Вот. Он посылает его для того, чтобы он привел жену для его любимого сына. Я не могу сказать, почему Ицхак сам этого не делал. Почему он сам не выбирал. Можно много об этом размышлять и об этом говорить. Это может быть, знаете, как бы даже отдельная тема. Возможно, он настолько рос в любви отца, что отец все за него делал. И даже эту задачу и то отец помог ему выполнить. И в нашей жизни сегодня мы знаем, как порой нас любят наши родители, кто это переживал. Они порой готовы все за нас сделать. Все. И даже и жену нам привезти, да. Но, слава Богу, и мы сами можем тоже найти, да. Ну, вот. Ну, хорошо. Я, когда почитал эту глуху, я увидел определенные принципы. Вообще, я хотел бы поговорить с вами о послушании. Ведь Авраам доверил Элиезеру самое дорогое, что было. Это своего сына. Это найти жену для сына своего. Но, мог ли бы Авраам доверить такую задачу человеку непроверенным? Как бы он мог доверить такое ответственное задание человеку, который не заслужил этого доверия? Который не был послушен и верен в малом? И он бы не справился с такой задачей. И Элиезер был как раз такой человек, который был проверен временем. Проверен своим послушанием, своей ответственностью. И принцип, вот мысль, да, о которой я хотел бы сегодня поговорить с вами, это как раз послушание, верность и смирение, да. Это залог, да, благословения. Это залог успеха в нашей жизни. Послушание, смирение и верность. Что же такое послушание? Я тоже начал размышлять, как бы, ну, а что же такое послушание? Такие слова схожие со словом слушать, да. Да, и, ну, послушание это нечто большее. Мы знаем с вами, что послушание, да, это действие. Это какое-то действие. И я открыл словарик, как обычно это делается, раз в словарике, и смотрю, что такое послушание, да. А там как раз действительно стоит послушание, это полное подчинение чьей-то воле. Это полное подчинение чьей-то воле, да. То есть, и вот на примере Илиазара, практический пример, я хочу, чтобы мы посмотрели, как он был послушан в малом, да. Ну, как бы, и потом ему дали задание, и он сделал большое, что-то большое для Авраама, да. И вот практически несколько принципов, которые мы можем увидеть для себя в 24 главе. Хорошо. Авраам призывает Илиазара и говорит ему. Вот буквально с 3 стиха 24 главы. «И клянись мне, Господом Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жену из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Ицхаку». Раб сказал ему. «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему. «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения ему, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобой, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. А если не захочет женщина идти с тобой, то ты свободен от этой клятвы». То есть, смотрите, первый принцип, который я хотел бы, чтобы мы увидели, да, первое, да, это Авраам, он здесь ставит определенную задачу. То есть, для выполнения, для того, чтобы он мог ее исполнить. И Авраам понимал, что эта задача под силу Элизеру, или бы он ее просто не поставил. Он бы сам собрался бы наверняка, будучи в преклонном возрасте, и пошел бы потихоньку сам, да, но он доверял этому человеку. Первый принцип, да, нам необходимо услышать, что от нас хотят. Когда нам что-то говорят, необходимо сделать, нам нужно это понять и услышать. И если у нас есть какие-то вопросы, мы можем их задать. А если вот так произойдет, то можно вот так сделать. И тебе скажут, тебе расшифруют на понятном языке, не стоит, лучше сделать вот так. И тогда ты уже будешь четко знать, что тебе необходимо делать. И это касается во всех сферах нашей жизни. Когда нам говорят наши духовные наставники, нужно сделать вот так. А ты говоришь, ну а почему так? Может быть лучше вот так вот или вот так? Он говорит, нет, нужно сделать вот так. И все. И ты говоришь, хорошо, я сделаю вот так. Вот это есть послушание. А в противовес, ну не послушание, да, это когда мы говорим, я с вами не согласен. Я думаю, надо сделать вот так вот. И вообще, какие вы мне наставники, я считаю, вот так надо сделать. И вообще, почему вы вот это не сделали, вот это не сделали, вот это не сделали, и пошел. Вот это и есть непослушание, это и есть неисполнение, не подчинение. И этот принцип, он относится как к людям, как к духовной власти, так и к Богу. В семье, к родителям, когда родители нам говорят, что-то нам необходимо сделать, да. Мы не ставим в противовес свое слово, мы идем и делаем. Муж, как власть в доме, когда мужчина говорит, да, все остальные слушают. И тоже не всегда нужно ставить в противовес что-то, да. Потому что есть определенный принцип власти, и нам нужно его понимать. Мы говорим о верующих людях, да, о верующих. Хотел поправочку такую сделать, да, что именно о верующих, да. Смотрите, второй принцип, который я увидел, это начинай действовать. И 24 глава 10 стих говорит о том, что и взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. И в руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию в город Нахора. То есть он встал и начал что-то делать. Встал и начал что-то делать. Я вспоминаю сейчас сразу разговор, беседуя Ишуа, когда он общался с Петром. Петр, любишь ли ты меня? Он говорит, да. Так иди что-то делай. Иди посе овец моих. Занимайся этим, да. Этот призыв, он звучит и каждому из нас сегодня. Когда нам что-то говорят сделать, нам необходимо встать и начать делать. Когда нам вообще не говорят, слушайте, ребят, ну община дорогая, там разными словами красивыми пытаются достичь нашего сердца, да. Нам необходимо достигать евреев после фестиваля там. Или еще какие-то задачи нам ставят. Необходимо пропылесосить после служения, расставить стулья. Нам необходимо взять и сказать, хорошо, я это сделаю. Хорошо, я буду послушен вам, и я иду и делаю. Вот это есть принцип, да, когда мы встаем и начинаем что-то делать. Это очень важно. Я бы хотел такую историю проиллюстрировать, да. Как вот просто представьте картина. Папа уходит на работу, да, и у него сыночек маленький. И он говорит, сыночку подзывай, сыночка, запомни мои слова сейчас. Я хочу, чтобы ты, как к моему приходу, убрался в своей комнате, игрушки положил по местам. Когда я приду, чтобы это все было сделано. Запомнил? Он говорит, да. Хорошо. Проходит время, он возвращается с работы. Конечно же, ему интересно проверить, как сын был послушанному. Он заходит в комнату, смотрит. Койка не заправлена, игрушки валяются. А сынок выбегает такой радостный, прыгает на шею ему, говорит, папа, папа, слушай, я запомнил твои слова. Сынок, я хочу, чтобы ты убрался к моему приходу в своей комнате и разложил игрушки. То есть он сделал то, что как бы, ну, то есть он не выполнил ту задачу, которую папа просил от него. А он просил не просто запомнить, да, но исполнить. И вот порой мы себя ведем, как вот этот ребенок. Мы прибегаем в молитве, мы говорим, папочка, как все здорово, как все классно. Мы с местописаниями молимся красивыми, а действий как таковых нет, да. И я думаю, что нам нужно в этом изменяться, да. Третий принцип, который я хотел бы, чтобы мы увидели, назвал его «Мой Бог, моя помощь». В принципе, знаете, имя Элиэзер, если перевести с еврита, я посмотрел, да. Эли – это мой Бог, а Эзер – это помощь. Как раз и звучит как «Мой Бог, помощь», да. То есть, а в имени было уже сокрыто его характер. В имени был сокрыт характер этого послушного раба. Он уповал на Господа. Он искал поддержки и помощи от Господа. И вот смотрите, 12 стих как раз и говорит о том, когда он пришел уже в землю, где жил Авраам, да, за женой. И он посадил верблюдов, и он начал взывать к Богу. 12 стих. «И сказал, Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим. И потом он говорит, и вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, и напоюсь, и которая скажет, пей, и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Ицхаку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». То есть он обращается к Господу, и он не стал, знаете, бегать по городу и трубить, где жена для Ицхака, где жена для Ицхака, ходить как-то высматривать, в лицо всматриваться, там фигуры какие-то рассматривать. Он успокоился, он знал, кто он, он знал, кто его помощь, да, и он говорит, Господи, сегодня, то есть не завтра, не послезавтра мне ночевать смысла нет около колодца, сегодня я хочу, чтобы ты привел ко мне эту женщину, и не просто привел ее, да, но и чтобы она меня напоила водой, и еще и верблюдам моим дала. Я еще, говорит, хочу на ее характер посмотреть, а достойна ли она? Мало того, что это знамение для него было, он еще и так сделал, что он увидел бы характер ее. Ведь не каждая девица, знаете, способна 10 верблюдов напоить, а мы с вами знаем, да, сколько верблюд, примерно 70, по-моему, литров воды пьет за раз. 700 литров, ого, ого, девица, 700 литров воды, представляете, это сильно. То есть там есть характер, да, там есть характер определенный. И в принципе написано, как только он закончил говорить, она уже такая шик-шик-шик выходит, марширует, да. То есть она уже выходит, и все так, как он говорил, так она и делает. И Элизер, он наблюдает, он наблюдает, что происходит, да. Он наблюдает за действиями, которые Бог делает в его жизни. И смотрите, 21 стих как раз говорит об этом. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть он наблюдал, Бог, а ты благословляешь или нет, то есть. То есть когда мы молимся, да, когда мы молимся, это еще один принцип, да, который я хотел бы, чтобы мы увидели. Мы должны ожидать, мы должны наблюдать за тем, как Бог действует в нашей жизни. Мы помолились и что, забыли? И в суету обратно убежали. А как же наблюдать? Господи, а когда? Господи, а где? А покажи мне, да. И это во всех сферах нашей жизни, когда мы имеем общение с Господом тесное. Вера, она же ведь в этом и заключается. Мы помним, да, с вами определение слова веры. Его наизусть все верующие знают, да. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы ожидаем осуществления. И Лезер, он как раз проявлял веру. Он высматривал. Он смотрел, она ли не она. И на самом деле мы знаем, что это она была она. То есть инструмент, который использовал Лезер тогда, это была молитва. Это был определенный инструмент. И мы не должны стесняться, когда перед нами стоит задача какая-то, и нам надо выполнить, мы не должны стесняться просить инструменты для выполнения этой задачи, да. А смотрите, например, вот я когда работал, я из Сибири сам, извините, я не представился, я студент второго курса МГБА, и мне очень нравится у вас, я очень вас всех люблю. Я сам из Сибири приехал, из города Новокузнецк. Друг наш Валерий, он знает, он неоднократно у нас был там и проводил замечательные служения. А это шахтерский город. И я помню, когда еще работал лопатой, и меня руководитель мой посылал куда-то что-то сделать. И он говорил, вот идешь, вот это вот сделаешь. Я говорю, хорошо. Чем? Он говорит, лопату возьмешь там. Я говорю, хорошо. И какие-то еще моменты он говорил мне. То есть нам дают инструменты. В Божий принцип тот же самый абсолютно. Когда Бог ставит перед нами какие-то цели и задачи, Он нас и обеспечивает. Просто нам необходимо иногда и спросить. Вот, например, я как-то читал там тоже Медраж, и мудрецы говорят так. Каждая душа послана на эту землю для того, чтобы исполнить какую-то задачу. Какую-то. Но каждая душа. Ни одна душа здесь не находится бесцельно. Аминь. Мы верим, что у каждого из нас есть какое-то предназначение. И чтобы понять нам эту задачу, да, и что нам нужно сделать, и Бог нам дает какие-то инструменты для исполнения этой задачи. Вот, например, если Бог нам дает канат, что надо делать? Ползти вверх. Да? Или ползти вверх. Если Бог дает нам, например, лопату, что надо делать? Копать. А, тоже ползти, да? Копать, да? А если Бог дает нам весло? Грести, да? То есть инструменты, которые наталкивают нас на размышления. А что Бог хочет от меня? Дорогие мои, если, например, Бог вложил талант в кого-то из нас петь, как вы думаете, Он просто так его дал? Он хочет, чтобы мы пели. Если Он дает талант, и человеку получается играть на гитаре, слышать музыку, это очевидно. Бог хочет, чтобы мы славили Его. Бог хочет, чтобы мы это делали. Понимаете? И не нужно отделять здесь. Вот Ему дали это. Каждый из нас имеет какие-то таланты. Каждый из нас способен что-то делать для Господа. Кто-то режет по дереву. Кто-то еще что-то делает. И Он может служить этим даром. Нам необходимо просто попросить. Боже, покажи тот инструмент, который я могу использовать для достижения Твоих целей. Покажи тот инструмент. Какое мое предназначение? Для чего я живу в этом мире? И нам необходимо об этом тоже задуматься. Мое время там уже вроде как заканчивается. Но я хотел бы как бы подытожить этот момент. На самом деле Элизеру он распознал. Он увидел в Ривке, в Ревеке, невесту для Ицхака. Там дальше идет очень интересная история. О ней можно много говорить. Как он приходит в дом к Ревеке. Как он объясняет родителям ее семье, что она должна пойти со мной. Как он говорит это от Господа. Потому что Бог дал знамение. Потому что меня в Рам отправил. И это тоже большая-большая история. Ведь не каждый сможет прийти. Вот так. Раб взять ее. Она еще с ним пошла. То есть это целая история. Но какой я хотел бы, чтобы мы основной принцип увидели сегодня. На примере этого раба. Я уже неоднократно, вы слышите, подчеркнул слово. Раб. Раб. Я говорю, раб, раб. Вы скажете, ну мы же не как, помните, вы Ивана. Да мы дети Авраама. Мы никогда не были рабами. Помните, они там заявляли. Да нет же. Написано, либо ты раб праведности, либо ты раб греха. Но мы рабы праведности. Мы верим в это. И смотрите, в заключении, да, я хотел бы, чтобы мы прочитали филиппийцам, послание к филиппийцам. Сейчас я открою вместе с вами. Хорошо. Филиппийцам 2, 5, 8. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Аминь. Он, ну, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принес образ кого? Раба. Он это сделал. Он принял образ раба. Сделавшись послушным, подобным человеком, да, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста. Смирение, послушание, верность. Все было сокрыто в нем. И мы говорим, Ишуа это наш пример. Ишуа это тот, кому мы сегодня подражаем. И сегодня, в заключении, мы можем спросить себе, задать вопрос. А что делать? Какая задача? Мы с вами знаем, что Бог нам уже поставил в Новом Завете задачу. Он сказал нам, да, мы знаем, что желание сердца, это вот как вот у Авраама, да, так и вот у Бога, только сильнее. Миллионы раз. Он говорит, желание сердца Бога, чтобы все спаслись и унаследовали жизнь вечную. Это наша задача. Итак, идите и научите, сказал Ишуа ученикам своим, все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, исполнять все то, что я повелел. Исполнять, научите. И этот призыв звучит нам. Мы можем сказать, Господи, ну вот и Лезер, он молился там, и ты помогал ему, будешь ли ты нам помогать? Он говорит, да, конечно. Конечно, и скажу даже больше, что сегодня, если мы сделаемся подобными Ему, а в имени Его сокрыто, мой Бог, помощь, то мы можем вспомнить, что Бог нам уже даровал помощника. Аминь. Бог уже послал нам помощника, Духа Святого, которую мы имеем, каждый из нас. Каждый из нас сегодня, подобное Лезеру, может спросить, Господи, направь, Господи, покажи, Господи, приведи меня к этому человеку, Господи, я прошу, я хочу достичь этих людей. И мы должны это брать и делать, и не бояться, быть вот в этом целеустремленными. Аминь. Но для этого нам нужно с вами послушание. Когда говорят нам наши лидеры, идите туда, мы развернулись, как стая рыбок, знаете, поплыли. Идите туда, мы снова раз развернулись, поплыли, как команда, как одна большая община, мы должны это делать. И тогда мы будем достигать больших высот. Аминь. Давайте помолимся. Я хочу, чтобы мы приняли решение сегодня быть послушными голосу Господа, быть послушными нашим руководителям на работе, дома, в семье. Неважно, это принцип власти, он работает сегодня везде и на всяком месте. Неважно, будь это лидер ваш на месте, где-то в домашней группе, или это еще, неважно. Но есть принцип власти, и мы должны быть послушными, как дети Божьи, как чадо Божье, и стать подобно Элиезеру, подобно Христу, стать рабами до смерти. И смерти крестной написано. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за слово, которое Ты сегодня проговаривал к нам. И что мы просим и молим Тебя, мы принимаем решение быть послушными. Боже, помоги нам ходить в послушание и исполнять все то, что Ты повелел и заповедовал нам. Боже, даруй нам все необходимые инструменты, увидеть их, Боже, какими мы могли бы служить сегодня в этом мире. Как мы можем сегодня достигать людей. Что мы можем сегодня говорить, Боже? Мы хотим быть послушными. Мы хотим ходить в этом смирении, Боже. Научи нас это делать. Боже, научи нас через слово свое быть. Это делать не потому, что надо, а потому, что Ты так хочешь. Из любви. И, Шоу, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя и просим, направляя нас в наши жизни. Аминь. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok